Хозяева! Голосование! Частный сектор Макеевки. Этот город, который по населению в три раза меньше Донецка, но в два раза больше его по площади, в основном из частных подворий и состоит. А вам каску-то по размеру выдавали? Да, наверное, у кого побольше лицо, дам указка побольше. Ирина Владимировна, члена избиркома уже 10 лет. У этой добродушной женщины старший сын свой главный выбор сделал еще в 2016-м. Про автоматчика рядом и такую странную форму для работников-волонтеров избиркома объясняет просто. Читаешь украинские ресурсы? Выборы подходят под буллом автомата. Все правду пишут. Нет, он, ну как, ну вдруг беспилотник, понимаете, будет лететь. И тогда, может быть, какая-то защита будет от этого автомата. А так у нас люди... Ну у нас военный город в данный момент. Ну как, у нас боевые действия с 10 лет идут. Для нас ни для кого автомат не новинка, так что наши ребята, наши мужчины воюют уже сколько? 10 лет. У меня сын в 2016 году был, ему 32 года, он у меня погиб, он сложил свою голову. Врач-анестезиолог Константин Касьянов из Сургута две недели трудится в одной из центральных больниц Макеевки. Поехать сюда в качестве медика был его личный выбор. Проголосовал один из первых на участке в этой же больнице с местными коллегами. Мой выбор осознанный и достаточно давно сформированный, поэтому он не занял сейчас много времени. В этой не раз снарядами поврежденной больницы у многих близкие остались на полях войны. Для вас эти выборы что, лично для вас? Это просто выборы? Нет, нет. Мой сын ждал, что нас признают, что Россия нас возьмет под свое хреново, что больше не даст в обиду. У вас выборы со слезами на глазах, почему? Потому что мы надеемся, что эти выборы дадут нам более счастливой жизни для наших детей, внуков, которые не видели детства. Уже 10 лет мы слышим только взрывы. Хочу, чтобы мои внуки, отец которых погиб, видели, было у них счастливое детство. Чтобы у всех детей нашей Макеевки, нашего Донбасса могли спокойно ходить в школу, в садики, гулять на улице, не оглядываясь и не прислушиваясь, где что упало. Всего в Макеевке действует 87 избирательных участков. Не все они стационарные. За моей спиной непростой автобус. Это мобильный передвижной пункт для голосования. В Макеевке таких действует несколько. Оставаться на одном месте долгое время он не будет. Это небезопасно в связи с обстрелами возможными. В этот пункт приходят как люди с этого района, так сюда приедут люди голосовать с предприятий. Насколько активно люди голосовать? Сегодня очень активно, потому что приезжают голосовать целыми учреждениями. И сотрудники детских садов сегодня были, и сотрудники воды Донбасса. Ну и, конечно, местные жители, когда видят автобус, тоже подходят и отдадут свой голос. Явка на Донбассе будет. И выборы состоятся даже несмотря на обстрелы. Виталий Сапрыкин, телекомпания «Югра», Корпункт Макеевка.